друзья всем привет сегодняшнее мое видео будет посвящено очень важной теме касающейся канареек сегодня немножко поговорим о линьке канареек потому как по времени года линька уже начинается у некоторых уже наступила линька и хочу поделиться с вами ценной информацией сегодняшнюю экспозицию видео я выбрал специально для того чтобы подчеркнуть ваше внимание подчеркнуть цвет вот вы видите сейчас какая у меня канарейка на фоне бархатцев обратите внимание что бархатцы очень яркие оранжевые канарейка в свою очередь выглядит немножко бледноватая вы видите сейчас да так вот эта канареечка у меня в этом году друзья это самочка в этом году пошла первая в паровку дала мне шикарных птенцов сделала 4 кладки и теперь у нее предстоит линька обратите внимание на ее цвет то есть цвет у нее стал бледненький также обратите внимание на ее хвост вот в чем заключается годовая линька годовая линька у птицы птица меняет полностью перо маховые крылья также перья хвоста вот видите сейчас они у нее потертые также у нее крылья потертые птица моя только что из ванны немножко перо еще мокрая вот хочу сказать по поводу линьки значит самое основное самое основное в период линьки даем зеленую траву зелень даем то если это будет и мокрица листики одуванчика в общем кто что вырастет морковку ботва морковки очень хорошо дает цвет главное для чего зелень потому что вся зелень вся зелень содержит много каротина каротин формируется в перышках и образуется цвет таким образом ну и что самое главное хотел сказать в начале линьки вот перед тем как начинается линька думаю это будет всем важно мы не даем канарейкам яйцо не даем пока у нее не начнут сыпаться перья как только перо начнет сыпаться тогда можем давать яйца вареные друзья вы спросите почему нельзя давать яйца потому как если давать вареное яйцо в период линьки до того момента как еще листья это перо не начнет сыпаться крупная маховая там крылья и перья крылья и хвост в общем скажу так если будете давать ей яйцо в период линьки до начала сыпания пера у вас линька может затянуться надолго или вообще может произойти или как пойти неравномерно и не дружно в общем для того чтобы линька прошла успешно яйцо не даем до момента пока не посыпется перо как только посыпалась крупное перо сразу можно вводить в рацион ну примерно два раза в неделю можно даже три раза в неделю немного давать куриного яйца можно перепелиного яйца также можно это также можно это совмещать с морковкой давать натертую морковку можно отдельно я честно сказать рекомендую отдельно отдельно яйцо отдельно морковку потому что потому как сейчас жара яйцо может быстро скорпится друзья также не стоит забывать о очень главном и очень качественном красителе для канареек естественном и натуральном без всякой химии о болгарском сладком перце у кого он уже красным цветом пожалуйста друзья предлагайте своим канарейкам у меня вот вы как видите еще только-только набирает рост потому что посадил я его с опозданием но по крайней мере болгарский перец будет красный эта порода у меня сорт по моему крупный великан или просто великан называется вот такой болгарский перец рощу для краш для подкраски цвета своих канареек да и так просто он очень полезный витаминный канарейки его очень любят также мною замечено что канарейки предпочтение отдают свое более толстокорому более толстостенному болгарскому перцу или болгарский сладкий перец вот на данной канареечке мы с вами будем наблюдать как будет проходить линька сейчас мы все видим какое у нее перо и это перо будет постепенно меняться то есть мы не увидим с вами что птица будет сегодня голая без пера завтра она зарастет нет одно перышко будет заменять другим другим перышком так даже в принципе не будет видно что у самочки особо-то идет линька единственное внимательный заводчик будет замечать на полу каждый день новые перья ну то что я имею ввиду старые перья будут падать вы будете видеть что то ли в клетке то ли где-то на полу будут лежать перышки а у канарейки тем самым временем будут расти новые хорошие перья итак друзья я повторюсь не забываем в период линьки до начала выпадения пера мы яичный корм яйцо не даем куриная а как только перо начнет сыпаться можно давать раза два три в неделю яйцо также морковку и сладкий красный болгарский перец это будут основные наши красители ну и можно также давать зелень но я боюсь что у многих уже зелень высохла так что будем брать во внимание морковку и сладкий перец до скорой встречи продолжение этой темы будет следовать не забудьте подписаться на канал